Вот и нас с учениками. Эти черно-белые фотографии Кузьма Тимофеевич перебирает с особым трепетом и большой грустью. На них осталась вся его длинная жизнь и те, кого он очень любил. Вот мужчина с женой Анфисой Павловной. Ее не стало четыре года назад. Со старшим сыном его тоже уже нет в живых. А это старое фото с друзьями-ветеранами. И их Кузьма Тимофеевич давно пережил. А ведь погибнуть он мог еще в раннем детстве. В 30-х годах во время политических репрессий семью зажиточных крестьян-подлесных из Воронежской области сослали в Якутию. Везли репрессированных три месяца в вагонах для транспортировки скота. В этих вагонах ехали люди. Там и беременные ехали, и больные ехали. Буржуйка стояла среди вагона. Вот она отапливалась. Достаточно было бы убрать эту буржуйку, было бы тепло. Потому что на печке было очень много людей. Там где-то, если положим, там 40 человек. Там было 80. Два раза больше. Так что там все было. Там и гальюны были. Ну, в смысле, туалет. Там же на месте были. Кто как смог. Остановки были. Больных. Или, вернее, умерших. Там умирали. Их вытаскивали. И тут же захоронение делали. Прямо около линии. Когда первые спецпереселенцы, в их числе и семья подлесных, приехали на место, никаких бараков там еще не было. Мать с отцом, старших сестер и пятилетнего Кузьму поселили в землянке. Провезли нас Алдан-река. Она впадает в Лену. На берегу реки выкопали землянку для четырех семей. И вот таким образом жили. Света не было, лучина. Таким образом, мы прожили там где-то месяцев, наверное, шесть-семь. Вот и отправили нас в другое место. Там, где уже народ был, уже бараки были. На территории Якутии в год репрессии в самых суровых климатических условиях находилось 105 лагерей ГУЛАГа. Голодные, измученные, с обмороженными лицами, руками, ногами. В 60-ти градусный мороз репрессированные строили дороги. Некоторых на этом русском клондайке отправляли на золото добычу. Родители и сестры Кузьмы Тимофеевича трудились в шахте. В 1937 году от тяжелого воспаления легких мать Кузьмы умерла. Сестры были взрослые, вышли замуж. Остался наш герой с отцом. В Якутии мальчишка окончил школу, поступил в горный техникум. Но доучиться не успел. Началась Великая Отечественная война. Оттуда взяли в армию. Служил в Манчжурии. На границе были. Потому что требовалось там очень много людей, много солдат требовалось в этом месте. Если бы на Западе взяли бы Сталинград немцы, то значит они бы выступили со вторым фронтом японцы. С японцами пришлось воевать. В охране маньчжурской ветки от нападения со стороны Японии Кузьма Тимофеевич был с 1943 года. А понюхать пороха довелось в сентябре 1945-го. После тех событий был подписан акт о капитуляции Японии. 111 танковой дивизии, 222-й танковый, это мотострелковый полк. И вот там я служил. Мы были приданы для танков. Это как танковый десант. Вот значит на танке садимся, спешимся, около переднего края. И открываем огонь, ура, ура, и вперед за родину, за Сталина. Так вот было. Вантунская армия против нас была, стояла. Она насчитывала где-то миллион человек. Дошли до Гирена. И там их, по сути дела, японцев, мы прижали так, что им некуда было деваться. В 1948 году Кузьма Подлесных демобилизовался. Но обратно в Якутию возвращаться не захотел. Поехал на малую родину к сестре. Там же взял в жены местную учительницу Анфису Павловну и прожил с ней в браке более 60 лет. В Воронежской области Кузьма Тимофеевич трудился завклубом, а вот у жены работы не было. Детей после войны рождалось мало, учить было некого. Из-за этого супруги решили перебраться в наш северный край. Приехал я в станцию Тизима. Бальчиком работал, а потом на железную дорогу. Так называемый Печорский мехлесопонт, станция Лойга. А потом, что же, переехали в Удиму. Тут товарищ работал здесь. Здесь вот уже больше, как около 50 лет живем. Правда, застали мы нашего героя не на Удиме, а в гостях у внука в Котласе. В город ветеран приезжает нечасто. В основном у себя принимает многочисленных родственников. Любимица Кузьмы Тимофеевича – правнучка Кристина. Мы обычно, когда я приезжаю, выходные, мы с ним играем в карты. Вот все вместе собираемся. Папа, брат, я, дедушка, иногда бабушка. Вот мы все любим в карты играть. Играем еще в лото. Кузьма Тимофеевич по-прежнему сам занимается огородом, ведет всю работу по дому и пишет картины. Талант художника он открыл уже будучи взрослым. Чаще всего рисует пейзажи. Держать себя в тонусе помогает и спорт. Много лет наш герой проработал в Удиме – тренером по боксу и лыжам. А вообще, говорит он, чтобы долго жить, нужно именно жить, а не существовать. Быть все время в движении, не бояться что-то поменять, ставить цели и добиваться их, а еще строить планы. Например, летом вместе с правничкой Кристиной Кузьма Тимофеевич собирается на рыбалку. Это любимое увлечение ветеран не бросил и в 90 лет.